В областной столице стартовала масштабная программа по капитальному ремонту канализационных коллекторов сверхбольших диаметров. Протяженность трасс более 2 километров, стоимость более 100 миллионов рублей. Где именно будут проводить работы, как скажется ремонт на жизни тверичан, рассказывает наш корреспондент. В масштабной программе по капитальному ремонту участвуют два коллектора в Московском и Заволжском районах Твери. Коллектор на Соменке отметил полувековой юбилей. Он 1974 года постройки. Его диаметр 1000 миллиметров. В этом году на коллекторе произошла серьезная авария, что привело к сбросу сточных вод в реку Соменка. Было принято решение о капитальном ремонте. И накануне началась поставка первой партии труб непосредственно на место производства работ. По итогам ремонта на коллекторе трубопровод будет заменен на 85% от своей протяженности и на 100% на участке, проходящем вблизи ручья Соменка. Это позволит исключить попадание сточных вод в ручей в период паводка. Первый этап запланирован на апрель-май, второй на июнь-сентябрь. Проложим примерно 500 метров нового коллектора, соединим его с новым участком, который начинался от Скворцова-Степанова. Пойдем вдоль ручья, вдоль частного сектора, будет работать техника и прокладываться новый участок коллектора 500 метров. И второй участок коллектора порядка 500 метров. Это будет проложен непосредственно вот здесь, где мы закончили от миграционного центра новый и дальше туда, до улицы Волынской. Также проведут ремонт коллектора на бульваре профсоюзов улица Королёва. Он 1978 года постройки. Из этого района в этом году к нам неоднократно обращались местные жители, которые проживают там в частных домах. Два года подряд их дома в период таяния снега сильно потапливало. Подвалы плавали в воде. Перед домами образовывалось огромное озеро, на которое прилетали даже поплавать удочки. Этот коллектор планируют расширить. Вместо тысячи миллиметров сделают полторы тысячи. Канализационный коллектор. Один из главных магистральных коллекторов диаметром тысячи миллиметров, то есть метр. В который там собираются стоки с всего пролетарского района. И дальше направляется на очистные сооружения. Так как это повторилось второй год, первое это было в Паводоку в марте, когда резкое таяние. Теперь повторилось и сейчас. То есть мы в ближайшее время расширим еще коллектор дополнительно. Более большой. Там уже на выходе в районе улицы Королёва. Это позволит увеличить его пропускную способность и устранить повреждения, нанесенные обильным паводком. Первый этап работ запланирован на апрель-июнь. Перекладка участка протяженностью 550 метров от налоговой инспекции на Октябрьском проспекте. В период реализации данного этапа будет перекрыт выезд улиц Королёва на Октябрьский проспект и проезд под путепроводом. Второй этап. Июль-Август. Перекладка участка протяженностью 400 метров по улице Лермонтово. Ограничение движения автотранспорта не планируется. И третий этап. Сентябрь-Октябрь. Перекладка участка протяженностью 450 метров на улице Машинистов. Ограничения движения не будет. Несмотря на проводимые работы, оказание услуги водоотведения прекращаться не будет.